Вы продолжаете смотреть вечер на седьмом. И из закона Украины об образовании несколько стран ЕС обратятся в ОБСЕ. Почему? Об этом сразу же беседуем с экспертами. Ну а пока наиболее важные новости из Украины и мира. Вибух в метро у Лондоні в посольстві України у Великобританії зробили заяву щодо вибуху. Там повідомили, що наразі невідомо, чи є серед постраждалих українців. Цитую, поліція Лондона працює на місці вибуху на станції Parsons Green. Посольство перевіряє наявність громадян України серед постраждалих і йдеться у повідомленні посольства. Новина з України. Петро Порошенко закликав підприємців брати участь у роботі громадської ради доброчесності, щоб не допустити реінкарнації суддів, які представникам бізнесу відомі з негативного боку. Глава держави очікує наступного тижня на голосування Верховної Ради, яке завершить судову реформу. Про це президент заявив під час заустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу. За його словами, будуть ліквідовані вищі спеціалізовані суди, Старий Верховний суд і сформований новий через прозору процедуру, підтриману міжнародними партнерами. Ще одна новина з України. Проєкт державного бюджету на наступний рік не передбачає істотних податкових змін, а саме збільшення податків або зміни ставок. Ми зберігаємо за всіма податками сталу систему, сказав Володимир Гройсман на зустрічі з провідними компаніями України. Проєкт бюджету 2018 може бути внесено на розгляд до Верховної Ради вже сьогодні. Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що документ формувався, виходячи з курсу долара, 29 гривень та 30 копійок. Також закладене підвищення з нового року мінімальної зарплати до 3 тисяч 723 гривень. І новина з Казахстану. Президент Нурсултан Назарбаєв, якому в липні виповнилось вже 77 років, натякнув, що не планує виходити на пенсію. За словами Назарбаєва, йому подобається, що його робота вимагає доброго здоров'я і багато психологічної емоційної енергії. Назарбаєв незмінно керує Казахстаном ще з радянських часів. На останніх, наразі президентських виборах, він, за офіційними даними, отримав майже 98% голосів. Міжнародні спостерігачі не визнали вільними і чесними жодні з цих виборів. І ми повернемося до місцевих подій. Новість з Одеси. На зоопарковій сгорела машина. Автомобіль Сан Єонг Карандо сгорел сьогодні ночі. Примерно в 2 часа ночі возі дому номер 19 по зоопарковій. Як розказали очевидці, пожарні приїхали оперативно і потушили авто. Якщо у нас можливість зв'язатися з Русланом Форостяком, на зв'язі у нас Руслан Форостяк, ведущий консультант начальника нацполіції в Одесской області. Здравствуйте, Руслан. І прокомментируйте, будь ласка, цю ситуацію. Дійсно, сьогодні вечором сталося від пожежі ознаками, які є можливий підпал. Це один з об'єктів гмідемаху такого, який на Філатово у нас ознаки має підпал. Це об'єкт харчування. І автомобіль на вулиці зоопарковій. Причому він не згорів, а тільки там пожежники втигли загасити його, тому там є тільки пошкодження. Стосовно автомобіля, до обіду ми не змогли зв'язатися з його власником, тому що автомобіль зареєстрований на літню жінку, яка, вочевидь, не користувалася цим автомобілем, а просто він був не зареєстрований, а тось інший його використовував. І тому і не звертався до правоохоронних органів, тривали його пошуки може до обіду цього власника. Наразі ми очікуємо експертижу, яка би підтвердила, що це був навмисний підпал. Якщо це підтвердиться, то буде відкрите провадження за ознаками правопорушення, передбачення статтею 194. Це навмисна порча чужого майна. Оце поки такі новини стосовно цього автомобіля. Дякую за перегляд. Так, Станислав Драгаев, представитель Пакт Хаб Одеса у нас в студії. Ми говоримо о предстоящем обращении в ОБСЕ ряда стран. Согласно новому закону, с 2018 года русский, венгерский, румынский, польский, молдавский школьники будут изучать только до пятого класса, но уже с 2020 года эти нормы не будут. Этих норм не будет, и украинское образование станет целиком украиноязычным. Собственно говоря, это и стало инфоповодом. Итак, прокомментируйте, в принципе, происходящие изменения, к чему они ведут. Ну, это всего лишь одно из изменений, которые нам принесет новый закон про образование, принятый на прошлой неделе. Конкретно эта статья, наверное, она вызывает самые жгучие дискуссии. В первую очередь, это будет очень касаться Одесской области, потому что у нас на юге Бессарабии есть огромное количество болгарских, румынских сел, молдавских сел, в которых до сегодняшнего дня действовали школы, в которых преподавание велось полностью на этом языке. Но это как бы одна сторона медали. Другая сторона медали, что статистика показывает очень неутешительные факты. Выпускники этих школ показывают намного хуже результаты внешнего независимого оценивания. Соответственно, у них куда больше проблем поступить в украинские вузы. И скорее это реакция министерства именно на вот такую вот неутешительную статистику. К чему это приведет? К тому, что уже в этом году действует ряд школ, которые раннее преподавание в них велось исключительно на этих языках национальных меньшинств, а сейчас планомерно в них переводятся классы на все же таки обучение основным предметом на украинском языке, а уже введение национального вот этого языка как второго языка преподавания. Реально то, что сейчас происходит на юге Бессарабии, это вообще многих очень сильно настораживает, потому что есть силы, в которых по-украински вообще не говорят. И тогда возникает вопрос, насколько это соответствует безопасности нашей страны. Вообще вот вопрос языковой, это по для частых спекуляций, это очень спорный, сложный вопрос. Наверняка нашим телезрителям тоже есть что сказать по этому поводу. Вы можете дозвониться к нам в студию в прямом эфире по номеру 726-3326, задавать ваши вопросы нашему гостю, нам высказывать свои мнения, а также принимайте участие в нашем интерактиве. Голосовалка сформулирована сегодня так. Языковой вопрос в реформе образования. Это вариант первый, популяризация украинского языка. Второй вариант, ущемление нацменьшинств. И третий вариант, популизм. Попробуем на эти вопросы ответить вместе. Более того, мы еще дозвонимся сегодня к Тарасу Черноволу, это народный депутат Украины. Он также прокомментирует этот закон о языке. Мне подсказывает, что это произойдет буквально через минуту. И да, я согласна с моим соведущим, что языковой вопрос, он очень такой болезненный, и разгораются споры и в моей семье, и даже в дружеских компаниях. Это тот вопрос, который может нарушить сразу же гармонию абсолютно любой обстановки. Вам не кажется, что нас раскалывают просто специально? Вот ваше отношение к этому какое? Что это надуманная проблема, специально созданная для того, чтобы расколоть общество? Или это действительно нужно защищать украинскую культуру, чтобы она не исчезла? Так как известно, что украинский язык запрещали с момента царской России 134 раза. Вот ваше личное отношение? Мое личное отношение, что государственный язык должен быть украинский. И, безусловно, образовательная система и все те протоколы, которые действуют, внешнее независимое оценивание, державная пицунковая аттестати, они должны проходить на украинском языке. Потому что это защита нашего государства. Защита, прежде всего, культурная. Это единственная возможность сейчас для нашего будущего иметь свой культурный продукт. Если на сегодняшний день Украина не может подарить какого-то большого, вагомого, внаискового, световую культуру, то это во многом и потому, что у нас очень большие проблемы с самоидентификацией. Язык является практически опорой такой национальной самоидентификации. Поэтому я могу быть по национальности болгариным, и при этом это мне не мешает свободно говорить на украинском языке. И не должно мешать. Это моя национальность, мой дед болгарин, приехавший из Болгарии в Украину. Я извиняюсь, мы должны сейчас отвлечься на звонок. У нас на связи есть уже Тарас Вячеславович? Здравствуйте. Как бы вы могли прокомментировать языковой вопрос принятия закона Украины и обращения стран в ОБСЕ? Украинские школы существуют как недельные школы, как приватные школы, за поддержкой украинской диаспори, а не государственные влады. Другой, нужно посмотреть на законодательную базу, которая существует европейская и украинская, и, на мой взгляд, тут тоже нет проблем. Про что йде мова? Украинская конституция очень четко визначает, что мовы национальных меньшин дети могут изучать, або ними учиться, або в государственных и коммунальных школах, або через мовно-культурные товариства. И плюс европейская хартия мов национальных меньшин и смикающих мов, вона достаточно четко тоже видяляет этот момент, что державы должны обеспечить и сприяти вивченню этих мов. И сейчас мы подходим как раз, и потому что тут порушения нет, потому что мы подходим до одного момента, про который тихонько стараются мовчать все другие жорсткие критики закону. Вивчение и навчание. Вивчение мов национальных меньшин новым законом гарантуется. Молодші класи, середні класи передбачается то, что эти мовы будут изучаться, и дети, кроме того, что добываются саму мову в семье, в родине, в своем округе, на грамотном хорошем уровне, с вивчением, кроме всего другого, своей литературы, своей мовы, то что добудутся освіту в школе. Мова идет про то, за что поднялся весь шум, это навчание на мове. Тобто география, алгебра, астрономия, все другие предмети хотят, чтобы они тоже вивчались на мовах национальных меньшин, в том числе и в старших классах. Подобная речь привела до дисфункции постоколосальных, ну скажемо, я не могу сказать про там румунские или болгарские села на Одещине біля вас, но я добре знаю, как на Закарпаттии, как на Закарпаттии, в Береговском и Виноградском районе, где есть компактное использование угорской национальной меньшины. Дети довчаются до старших классов школы, взагалі не умеют спілкуваться с украинской мовой, взагалі. Вони всі предмети вивчають виключно угорской мовы, навіть украинская мова и литература, яка в них вивчается в школе, и навіть її викладают на угорскі мовы. До такого абсурду доходить. Чи діти після того не можуть адаптуватися взагалі жодним способом в украинское життя. Вони не можуть навчатися в украинских вищих навчальних закладах тощо. Вони вже, по суті, преречені на те, щоб або працювати в звичайних простих роботах в своїх селах, або виїжджати в Угорщину, де їх зустрічають за розпростертими обіймами, оскільки там демократична криза, пропонують їм там відразу роботу або продовження далі освіти. Українська держава навчає дітей іноземною мовою для іноземної держави, виконуючи певні програми іноземної держави. Зрозуміло, що такого не може бути, такого не мав в жодній країні світу, тільки хіба що було до сього часу в нас. У нас за законом зберігається те, щоб дитина, яка виховується в своїй національному мовному середовищі, з національних меншин, могла в молодшій школі, крім вивчення своєї мови, мати ще й навчання ряду предметів на своїй мови, особливо тих, які зв'язані з гуманітарною сферою. В подальших класах вона має зберігатися вивчення мови, вона має свою мову добре, гарно освоювати, її зберігати. Це є обов'язкова норма не тільки елементарної моралі і культури, але й норма європейської харці, яку ми можемо війні виконувати. Але вона має на державній мові вивчати інші предмети, з якими їй потім поступати в вищий навчальний заклад, працювати, спрацювати з відповідною офіційною тощо, з офіційними документами. Тому в даному випадку цей закон якраз пішов в напрямку тих самих правил і принципів, які діють, до речі, в країнах Європейського Союзу. Позиція Угорщини і Румунії тут викликає трошечки легеньку посмішку, тому що насправді до Румунії, до Угорщини не один раз в самому Європейському Союзі були висунути ці звинувачені закиди через ігнорування національних прав, національних меншин. Саме те, що закидують Україні, в Угорщині, скажімо, набагато гіршою є ситуація. Взагалі вивчення, не навчання, ще раз кажу, на мові національної меншини, а просто вивчення мови національної меншини неймовірно ускладнене. Тому мені здається, що зговорити про якісь серйозні чи наслідки, чи необхідність в повному обсязі враховувати ці речі, мені здається, не доводиться. Є інший момент, я вже на ньому хочу ще останнє застарити. На принципах взаємності з сусідніми державами, де і там, і там є свої відповідні діаспори, можуть бути домовленості про відкриття окремих навчальних закладів у вигляді ліцеїв або гімназій. Тобто, умовно кажучи, українська держава фінансує румунський або угорський ліцей чи гімназію за те, що відповідно румунська або угорська держава дослівно робить для такої самої кількості дітей абсолютно подібний акт. Тому що там вже дійсно відбувається більше вивчення на мові національної меншини, але ми поки що не маємо такої взаємності з жодною з сусідніх країн. Дякую, з нами на зв'язі був Тарас Вячеславович Черновол, народний депутат України. Ми вже вважаємося в студію, у нас є гость. Це Станислав Дрогаев, представник Пакт Хаб Одеси. І ми знову вважаємося к цьому спорному вопросу, мовному питанню. Моє мнение, що языковой вопрос, мене острій, чим вопрос качественного образування. І це однозначно. Якщо говорити про Верховну Раду, якщо говорити про політиків, то безусловно в качество політичного якого-то такого заявлення розговори о языці і о проблемі какой-то, вони, конечно, дуже вигодні. Тому що точно позволять розділити своїх сторонників от своїх оппонентів, назовем так. Тому що в житті я на сьогоднішній момент не побачив ніяких за всю свою житті ни разу, не будучи во Львові, не будучи в Одесі, не говоря по-русськи в Львові і по-українськи в Одесі, я ні разу не столкнувся ні з какой дискримінацією. При тому, що я можу говорити і на тому, і на другому абсолютно свободно. Ось с англійським возникають проблеми, к сожалению, ні во Львові, ні в Одесі большинство встречених мною на улиці на англійське обращения, к сожалению, ответить не можуть. Поэтому у мене скорее стоит вопрос о включенності в мировое такое глобальне сообщество. Насколько наши учащіся знают англійський язык? Насколько учителя в сельських школах знают англійський язык? Украінський знают, англійський – нет. Я хотела бы отметить, что мы в прямом эфире, поэтому вы можете дозвониться к нам по телефону 726-3326 и высказать своё мнение по поводу как раз языкового вопроса. Более того, ещё у нас есть голосование. Вы также можете, позвонив по телефону, который указан сейчас на экране, ответить на один из пунктов, что же такое языковой вопрос в реформе образования. Это популяризация украинского языка, это ущемление нацминшинств. Или популизм. Будьте активными. Станислав, вот всё-таки действительно ваше мнение – это как бы вы ответили на этот опрос? Это ущемление нацминшинств, это популизм или действительно это важная тема? Ведь действительно сделать, допустим, преподавание качественное английского или китайского – это было бы очень актуально, но очень дорого в нашей стране. И это вот представьте, какой был бы толчок вперёд, в том числе и в экономическом плане, в культурном плане, в политическом плане. Но, тем не менее, у нас спекулируют на вещах, которые вроде бы для людей актуальны уже 20 лет, 26 лет. Но почему-то опять же возвращаемся к этой теме и преподносим её, пытаемся рассмотреть её с каких-то новых сторон. Почему так складывается? Ну, во-первых, у нас огромное количество людей, которые живут в нашей стране, они были рождены в другой стране. Они были рождены в Советском Союзе, в котором основным и главным языком был русский. Это был язык дедокументации, язык культуры. Все остальные считались языками национальных меньшинств. Хотя на этой территории большинство всегда всё равно говорило по-украински. Если говорить про Одессу, то даже первый просвит в начале 20 века украинский был, офис такой, скажем, продвигателей украинской культуры, был в Одессе. Один из первых. Братья Липы его здесь открыли. Если говорить о возможности популяризации украинского, даже я бы не сказал бы языка, я бы говорил о культуре, потому что язык — это стержневая часть именно украинской культуры, то, безусловно, популяризировать надо. И то, что сейчас происходит в законе, это скорее воздать должное нашей национальной культуре, которая всегда принимала... То есть это необходимость, есть такая возможность. Станислав, сейчас к нам готов присоединиться телезритель Николай. Николай, здравствуйте, вы в прямом эфире. У вас есть вопрос наверняка? Здравствуйте. Ну, во-первых, я сказал бы, два-три вопроса, которые вы задали, там не хватает самого главного вопроса, для чего закон предназначен. Он предназначен для защиты украинского языка. А все три варианта, как по мнению, абсолютно не подходят. Вы себе посмотрите, что творится у нас в газетных филосках. Там два русского языка, все остальные на русском. Такой закон, который сейчас принят, пункт о начальной школе, существует уже очень давно. Там нет ни одной национальной школы, ни дагестанской, ни якутской, ни чеченской. Нету. Там только начальные классы. И все народности, которые там живут, компактно проживают, их меньшинствами не назовешь, в том районе, где они живут. Поэтому этот закон, он давно уже назрел, и абсолютно раздувается то, что там Венгрия, Румына, и все эти землячцы, это все разговоры впустую. Просто людям нужно объяснить. И даже в конце концов человек не понимает физику на украинском, другие предметы. Кого тогда мы его выращиваем, для кого мы его готовим? Кладем на него деньги, и он уезжает в другую страну поднимать экономику? А за наш счет, где справедливость-то? Спасибо. Спасибо, Николай. Спасибо большое. Так, довольно глубокое погружение у наших телезрителей в проблематику. Вот все-таки вернемся вот к нашему вопросу. Вот продолжение. Принятие этого закона поменяет качество образования? Вот изменение языка преподавания поменяет ли качество образования? Изменение языка преподавания слабо повлияет на качество образования. Но этот закон про свиту, который был принят, это не единственная его норма. Там есть намного более интересные и, к сожалению, наименее популярные, что ли, среди политиков темы, такие, как, например, выборы на должность директора школы, в котором принимают учителя, и право директора, который вот таким образом будет избран, выбирать учителей себе в команду. Это будет большая автономия. Это наличие денег. То есть, если сегодня деньги поступают на счет управления образования районного, то в дальнейшем у каждой школы будет свой счет, и каждая школа сама сможет определять, куда эти деньги направлять. Исчезает монополия на повышение квалификации. То есть, если раньше у нас были только институты усовершенствования учителей, то в будущем у нас и общественные организации, и учители-онноваторы получают право повышать квалификацию других учителей. При этом, как это происходит? Если до этого у нас были целенаправленные сверху такие спущенные программы или разработанные в институтах усовершенствования учителей, то теперь учителя на ПЭД-совете просто подают заявление, что я хочу, допустим, научиться робототехнике, учителе информатики. Я хочу у себя на уроках информатики научить детей собирать роботов, программировать их или создавать умный дом. И я знаю, что в институтах этому не учат, но я знаю общественную организацию, которая ведет такие кружки и готова учить. А давайте вы меня туда отправите, потому что это реальные практики, у которых 10 лет опыта. И ПЭД-совет говорит, прекрасно, мы выделяем деньги и отправляем тебя туда, где ты считаешь правильным учиться. Слава, я вот просто вижу вот такую картину. ПЭД-совет в какой-нибудь среднеобразовательной школе, где-нибудь в Совране, и вот учитель информатики подходит и поднимает вопрос о внедрении кружка робототехники. У меня вот вопрос, почему возник по поводу качества образования, я все-таки вернусь к этому. Если учителя привыкли вести преподавание, допустим, на русском, им теперь нужно будет вести преподавание на украинском, той же физике, о которой мы говорили, не будет ли это в минус к образованию, не то, что в плюс, в минус качества образования? Ну, уровень преподавания физики в сельских школах, он вообще, это большая проблема. Ну, физика — это вот один пример, один из. И там я не уверен, что сильно упадет, зачастую падать некуда по поводу кружков робототехники. Привыкли в Кодами в этом году, вот буквально на днях открылся кружок робототехники в общеобразовательной школе, которую ведет учитель информатики. Одна из выпускниц наших в Impact Hub обе одесском учебных программ для учителей про навыки. Вот она, например, это сделала. Упадет? Нет, не упадет. Во-вторых, нужно считать, что сейчас есть еще такая опция с новым законом, называется «добровольная сертификация учительская». Это означает, что любой учитель, который хочет показать, что он чего-то знает, он проходит тестирование, которое будет проводить тот же центр оценивания качества, что и внешнее независимое оценивание проводит. Он подтверждает знания предмета, навыки компетентностного подхода, то есть учить детей не знаниями вливать в голову, а научить их пользоваться знаниями в реальной жизни, на конкретных задачах. Если это учитель может показать, он получает плюс 20% к зарплате, в том числе это преподавание на украинском языке всего этого, в соответствии с концепцией новой украинской школы. Он получает право повышать квалификацию других учителей и вставать частью команд, которые помогают другим школам улучшать качество образования. Спасибо огромное. У нас есть опрос Тани Фоминой. Мнение одесситов по языковому вопросу. Мы можем посмотреть его прямо сейчас. Каждый должен иметь выбор. Должны быть полностью украинские школы, должны быть тоже русские школы для детей. С обязательным изучением украинского. Украинские школы, конечно, должны доминировать. Мы живем на Украине, значит, должен быть украинский язык. Мы должны быть открытыми для того, чтобы до нас также приезжали люди и тут отрабатывали обучение из разных стран. И с украинской обучением, чтобы имели также и за кордоном какие-то возможности. Как обещанный гражданин Грузии, но люблю Украину и Одессу, я считаю, что это совершенно правильно. А дополнительно, если кто-то хочет учить для своего ребенка другой язык, отдельный русский, так далее, так далее, можно учить отдельно. Но в школах, я думаю, государственный язык должен быть украинский. Я народилась в Захидной Украине, но по-прочему я считаю, что каждый имеет право научиться и говорить мовою, которую он считает для себя родной. Но учение, в частности, должно быть, все-таки проводиться с государственной мовой. Хотя, ну, должны рассчитывать права национальных меньшин, потому что, кроме российской мовы, у нас также есть много, особенно в Чернівецкой области, которые желают учиться румынской, с отдельной мовой. Ну, и они же для этого не переезжатимут в другую страну, потому что хотят остаться здесь. Украина, понятно, что учение на украинском языке. Если это Германия, учение на немецком. То есть, надо просто как-то спокойно к этому относиться. Это хорошо, если дети будут все на русском, на украинском изучать. Я сама в украинской школе училась. В принципе, на русском разговариваю спокойно. С этим все хорошо. Можно и русский, и украинский, потому что город интернациональный. Должны дети учить и правильный русский, и правильный разговорный, потому что у нас сейчас в Украине неподятно так, как разговаривают. И ни на украинском, и ни на русском. Получается полный... Значит, надо и так, и так детей учить. Это мнение деситов о языковом вопросе. Обычно, когда разгораются споры о, да, мовному пытании, если можно так выразиться, приводится неоспоримый аргумент, который останавливает обычно этот спор. Разве язык — это первоочередное? Разве не благосостояние украинцев? Разве не депопуляция народонаселения Украины? Это не первоочередное. Язык — это второочередное. Обычно споры на этом моменте заканчиваются. Вот ваше мнение по этому поводу. Моё мнение, что обсуждать языковой вопрос намного проще, чем говорить о развитии интеллектуального потенциала Украины. О том, как научить детей быть предприимчивыми, депутаты, к сожалению, не могут ничего рассказать. А вот про то, какой язык и как кого ущемляют, могут. Если бы они немного вникли в то, как учат в Азии или в той же Финляндии детей навыкам, необходимым для того, чтобы стать успешным, я уверен, что в нашей стране жилось бы намного легче и лучше. Ну что ж, спасибо большое. Будем надеяться, что будем перенимать правильный опыт, нужный опыт и внедрять его адекватно и конструктивно, что самое главное, и порадует нас достижения и кодомских робототехников тоже. Что ж, сейчас самое время подвести результаты нашего голосования. У нас вопрос был сформулирован сегодня. Языковой вопрос в реформе образования. Да, языковой вопрос в реформе образования. Также сейчас мне подскажут, как проголосовали наши телезрители. За... За вариант популяризации украинского языка, это 63% проголосовали, за ущемление нацменьшинств 25% и посчитали популизмом эту тему 12%. Напомню, что в студии у нас был эксперт Станислав Дорогаев, представитель Impact Hub Одессы. Мы еще вернемся в студию вечером на седьмом, продолжим обсуждать другие важные и актуальные темы, но сразу же после небольшого рекламного блока. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова